Всем привет! Сегодня очередной совет по эффективному C++ от Скотта Мэйерса. И этот совет из его книги 35 рекомендаций 2000 года, по-моему. Короче, в чем его суть? Глава называется так. Используйте перегрузку. Ну что такое перегрузка, вы знаете. Это когда у нас, например, 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 где-то... Сейчас я вам покажу. А, вот, вот здесь. Когда у нас есть функция с одним и тем же именем, с одним и тем же типом возврата, но имеет разное количество аргументов и их тип. Вот. Вот это называется перегрузкой. Так вот, в чем суть? Да, суть в том, что... Ну, например, вот у нас есть класс. Вот у нас есть класс по работе с чем-то. К примеру, ну, с какими-то большими целочисленными типами. Да, то есть может хранить очень много ноликов и единичек и других циферок в значении. Вот. Так вот, для него, конечно же, есть такие функции. Ну, есть операторы. Да, плюс там, чтобы можно было сложить два значения. А, вот. И есть у нас конструктор по умолчанию пустой. Конструктор с параметром одним, да, инициализация там значения. Ну, то есть я здесь ничего не инициализирую, потому что, ну, не имеет смысла. Вы можете с этим поиграться сами. Вот. Есть оператор присваивания и конструктор копирования. Ну, и деструктор. Вот. И теперь, смотрите, вот такая ситуация. Вот у нас одно значение, второе значение и вот третье значение. И в этом третьем значении, в чем мы делаем? Мы И1 плюс И2. В чем здесь проблема? Смотрите. Проблема в том, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой F11. Давайте F... Так, что такое? Почему F10 не работает? Сейчас еще раз запущу. Так, F10. Смотрите. Сработал один конструктор. Понятное дело. сработал второй конструктор понятное дело f10 сработал конструктор деструктор и и и так три конструктора 3 деструктора странно странно оптимизация вроде отключена а ну-ка а ну-ка я сейчас еще раз ага вот случай 2 случай 2 сейчас погодите почему-то здесь оптимизация вроде отключена но все нормально все нормально смотрите дело в том что здесь да все правильно здесь как раз сработало три конструктора вот вот здесь когда у нас складывались два эти значения я чуть-чуть растерялся почему потому что потому что вызывалась эта функция и здесь должен был сработать конструктор раз дальше вернуться значение потом то есть объект должен был создаться 1 и вот здесь объект должен был создаться 2 ну то есть по хорошему вот здесь лишнее создание объекта должно было бы быть вот есть должен был был сработать еще один конструктор короче но оптимизаторы уже научились это делать и дело в том что вот это создание объекта она прям тулит вот сюда подставляет грубо грубо говоря подставляет в это место и передает сюда сумму вот короче чтобы сейчас не растягивать не не растягивать оставим все как есть теперь смотрите пример 2 вот как раз вот здесь в чем проблема ну потому что у скота мэйерса есть одно правило которое гласит старайтесь поменьше возвращать временных объектов ну в данном случае тут можно сказать временный объект будет возвращен вот но оптимизаторы уже умеют давно это оптимизировать поэтому это правило я не привожу вот смотрите как раз на примере 2 у нас демонстрируется какая-то проблемка смотрите есть объект 1 есть объект 2 и вот здесь мы 10 плюс и 2 это все компилируется какая здесь проблема проблема здесь что вместо вот этого 10 будет вызван то есть компилятор увидит что есть конструктор с этим типом он создаст объект 1 и потом передаст его вот сюда здесь будет создан еще грубо говоря еще один объект короче вот здесь будет не явная не явное приведение типа то здесь будет лишний раз вызван конструктор но лучше его не вызывать потому что производительность может быть не очень особенно если это делается в массивах давайте посмотрим пример 2 так это я уберу это я уберу давайте поставим точку останова во 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 вот здесь и запустим f5 так тут я уберу не понял а все нормально ладно еще раз так второй пример f5 вот раз два смотрите два конструктора отработала и здесь сейчас будет сработан один от будем будет отработан один вот конструктор дальше еще один конструктор два деструктора и в результате в результате смотрите 1 2 3 4 конструктора 4 деструктора вот лишний вызов конструктора и где и и где и вот это лишний вызов деструктора то есть соответственно здесь не явно вызывается вот этот вот конструктор то есть если мы укажем эксклипит, как там пишется это слово, то, соответственно, вот эта запись не отработает. Ну, точнее, эта строка не отработает, компилятор выдаст ошибку. Но в данном случае у нас происходит то, что происходит. У нас лишний вызов конструктора. Как этого избежать? Этого можно избежать просто. Можно перегрузить функции. Вот в данном случае. И указать, указать. Смотрите. Int. То есть, в данном случае, оператор плюс принимает слева и право. Что принимает? Объекты вот такие. Дальше. Перегружена функция, когда у нас слева, ну, у меня тут неправильно названо, слева Int, справа объект. И перегружена функция, когда слева объект, справа Int. Соответственно, в этом случае лишнего вызова конструктора вот этого не будет. Вот. Здесь сразу напрямую будет вызвана вот эта вот функция. Нет. Точнее точнее вот вот эта. Ну, давайте посмотрим. Так. Давайте нажмем F5 и посмотрим. Раз, два. Смотрите. Конструктор конструктор отработал. Дальше F10. Вот. Вызывается правильно эта функция, которая непосредственно сразу принимает это значение. И мы здесь внутри с ним можем работать. То есть, нету вызова лишнего конструктора. конструктора. Вот. Вот. Как вы видите, было вызвано три конструктора и, соответственно, три деструктора. То есть, у нас три объекта под каждый конструктор и под каждый деструктор. Вот. Соответственно, мораль какая? Для того, чтобы избежать вызова лишних конструкторов при преобразовании типа, да, а вот здесь неявное преобразование идет, то есть, неявный вызов конструктора. Ну, конечно же, если у вас этого конструктора не будет, то такого преобразования тоже не будет. Давайте. Где тут? Rebuild. Rebuild. Как это? А, ну да, у нас же операторы перегружены. Давайте еще я закомментирую вот эту вот функцию. Вот. А теперь попробуем Rebuild сделать. И, соответственно, мы сразу получим ошибку. Дело в том, что это непонятная операция. Вот. Стоит нам только раскомментировать вот этот конструктор, который принимает int. И сразу же у нас все собирается. Но! Мы еще раскомментируем нашу перегрузку. И тогда у нас максимально эффективный код. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok